Приветствую вас! Вы знаете, я бы хотел разобрать ваш текст, потому что, не отвечая конкретно на вопрос, вот, пока что, потому что текст мне представляется несколько сбившим, да, что искажает некоторую картину происходящего и не позволяет сделать выводов относительно, относительно того, какая у вас ситуация на сегодняшний день. Итак, вы пишите. Мой вопрос состоит в том, что мне кажется, что мы с мужем не подходим друг к другу. Это не вопрос. То есть, понимаете, тот факт, что вам кажется, что вы с мужем друг к другу не подходите, не может быть вопросом. В принципе. Да? Не может быть вопросом. То есть, вам может казаться, вам может казаться, да, вам может казаться, что вы с мужем друг к другу не подходите, и у вас на это могут быть основания, да? Это так. Но вопросов здесь нет. То есть, вопрос мог звучать, возможно, да, примерно так. Что делать, если, допустим, мне кажется, что мы с мужем друг к другу не подходим, например? Вот это да. Это да. Это да. Это действительно может быть, это действительно может быть вопросом. Но не может быть вопросом то, что вам кажется, что вы не подходите, потому что люди разные. Отношения между ними тоже разные. Вы себе выбрали своего мужа, вы выбирали его, не мы, а вы выбирали его себе. Вот. И, соответственно, вы несете ответственность. Вы несете ответственность за то, какой он человек, да? Вы несете ответственность за то, как он себя с вами ведет. Вы несете ответственность за то, как он позиционирует себя с вами. Вот, понимаете, то есть ответственность здесь, именно ответственность здесь, она исключительно ваша. Если мы говорим конкретно вот про ответственность, про разграничение, скажем так, истории, про разграничение того, за что отвечаете вы и того, за что отвечает ваш мужчина. Вот. Дальше. Дальше. Вы пишите, мы женаты всего два года, у нас прекрасная дочь. Опять же, да, вы пишите, что женаты всего два года. Срок достаточно маленький. Жалко, что вы не пишите, как конкретно вы, значит, ну, как конкретно вы познакомились, что вас объединяет, ну, вместе, да. То есть, вот, жалко, что этих вещей вы не описываете. Они были бы очень важными, они были бы очень в тему. Вот. Но два года, два года, вот, срок не сказать, чтобы такой уж прям большой. Да. Вот. Именно два года. Именно два года. Срок не сказать, чтобы большой. Поэтому, если вы сейчас понимаете, что вы с мужем не подходите друг другу, или что он, например, не оправдывает ваши ожидания, да, вот, то эта история, она, скорее, связана с тем, чего вы от него ожидали. Я имею в виду, чего вы ожидали от своего мужчины. То есть, вы говорите про поддержку, про тёплые слова. А, вы говорите про наше, так, объятие, общение, да, значит, про то, чтобы слышать, как он вас любит и так далее. Но, возникает сразу вопрос, а может ли человек дать вам это? Может возникает сразу вопрос, а почему вы вынуждаетесь в этом? То есть, вы говорите, что мне, как женщине, хочется от мужа поддержки, объятия и слышать, как он меня любит, общение. То есть, вы говорите вот этой фразой, вы утверждаете, что мужчина должен вам это давать. Он может, но не должен, он может, но не должен, это его выбор, это выбор его давать вам, давать вам подобное или нет. Понимаете? И вам, вам его выбор нужно уважать. То есть, никто не говорит, что мужчина должен, ну, вообще, да, что муж, он, вот, должен, только, надо, надо, как вы пишите, да, вот, принесли подать. Да, никто не говорит. Никто не говорит, и я в том числе. Да, я не хочу, чтобы вы подумали, что я его оправдываю, нет. Я его не оправдываю. Я не считаю, что он поступает правильно, но, но, это его выбор. Это его выбор поступать так. А, нравится вам это или не нравится? Это его выбор. Он хочет так поступать, и он будет так поступать. Это, вот, мужчина. Да, мужчина. Это человек. А, и он такой. Понимаете? Какая история. Поэтому, поэтому, я думаю, что история здесь однозначно, да, история здесь однозначно, может или нет, ваш партнер дать вам то, что вы от него хотите, и по какой причине вы в этом сами нуждаетесь. То есть, у меня возникло ощущение, да, что уровень вашего восприятия себя изменился. То есть, вы стали относиться к себе как-то вот хуже. Когда мужчина стал вести себя с вами, да, вот так, как он, собственно, себя ведет. Вот такое у меня чувство возникло. И я бы сказал, я бы сказал, что данный аспект, если он действительно есть, свидетельствует о том, что вы изначально были, ну, либо чересчур нуждающийся в нем, либо вы были неуверены в себе, вот. Либо была еще какая-то история, которую вы здесь не раскрываете, да, и не приводите. Вот. Недобро на то, что это очень важный момент, недобро на то, что это очень сильно влияет на вас. Да. То есть, истории ваших отношений нет. Вы рассказываете только уже про следствия. Ну, вот. Как не рассказываете о том, например, по поводу чего должно быть ваше общение, почему мужчина должен говорить, что он вас любит, почему должен вас обнимать, почему должен поддерживать. Такая мотивация у него должна быть по этому поводу. Вот. Знаете ли вы, что он чувствует, а знает ли он, что чувствуете вы, как вы говорите ему об этом и так далее. Вот. Понимаете? То есть, насколько истинными с вами отношения, насколько адекватно вы воспринимаете его образ. Потому что тут, как я понял, есть некий такой конфликт, конфликт между тем, что мужчина, не только муж, ну, ваш муж, он не только ваш муж, но он ещё и, соответственно, он ещё и сын. Он ещё и сын своей мамы, собственно говоря. И эти две роли в нём, скорее всего, борются и, скорее всего, не дают ему какой-то гармонии, какого-то покоя, да, что ещё сильнее его возможно вводит в это состояние отшизённости. Вот. С другой стороны, если вы знали, что он живёт с мамой, да, если вы, ну, если вы знали, ожидали того, что он живёт с мамой, то как вот вы планировали свою жизнь, да. То есть, вы считали, что он с мамой перестанет взаимодействовать, вы считали, что он с мамой не будет взаимодействовать никак, или что. Да, а какие у вас были для этого основания, то есть, какие основания были у вас, например, да, так считать. Вот. То есть, тут вот, конечно, нужно всё это исследовать. Вот. То есть, вам этого хочется не как женщине, знаете, вам этого хочется скорее как личности. И как личность я вас, в принципе, понимаю. Вопрос в том, что за это не сделаете вы личную ответственность, не другой человек, а вы. Вы не сделаете ответственность, даже если вы хотите, муж, он может вам это давать, но это исключительно его желание. Вот это вот, пожалуйста, постарайтесь понять, как можно счётчество себя, да. Вот, и посмотреть реально на ресурсы, которые есть у мужа, да. То есть, есть ли у него, есть ли у него возможность дать вам то, что вы хотите, или нет. Понимаете? Вот, что вас объединяет. А, то есть, здесь очень часто помогает вспомнить, каким вы были, когда познакомились, да, какой вы были. Вот, может быть, вы изменились, стали по-другому себя вести, да, и, соответственно, поведение вашего мужа. А, значит, изменились ли поведение вашего мужа и так далее. Вот, вот эта вся история тоже нуждается в проработке. Далее, дочь. А, какие были условия для появления дочери на свет? То есть, насколько этого хотел ваш союз? Насколько этого хотели вы? Насколько этого хотел ваш муж? А, чего от этого ожидали вы? От появления дочери, я имею в виду на свет. А, чего ожидал ваш муж? Вот. А, как было, как было, ну, как вы пришли к этой идее, да, идее рождения ребенка и насколько вы были к ней готовы? Ну, вот и так далее. Тяжело ли вам сейчас с ребенком находиться? Если тяжело, то, соответственно, чем? Почему тяжело? Эээ, история выполнения материнской роли также очень важна, потому что вполне вероятно, что вы просто истощаете себя тем, что слишком много пребываете в роли матери. Ну, вот, и именно поэтому нуждайтесь в поддержке, потому что пребываете в слишком много роли матери. Здесь, в этом случае, нужно не от мужа требовать чего-то, а, скорее, просто, просто оперируя тем, что ребенок не только ваш, да, но еще и его, и даже бабушка. Ну, то есть бабушки, то внуки, конечно, имеется в виду, то чтобы они им занимались. И если они будут заниматься, да, то, соответственно, у вас появится свободное время. Вот, ну, свободное время на себя, и вы сможете сами получать то, в чем нуждаетесь, вот, и муж вас также заметит. Знаете, вполне вероятно, что вы просто о себе забыли, о себе забыли. Вот. А, дальше, вот это все, что вы хотите, да, поддержка объятий, это все, это все, эээ, женская личностная роль. А вы пребываете, возможно, в роли матери. Дальше, мы живем иногда как соседи, и я не знаю, что мне делать. Эээ, что делать, чтобы что? Вы живете как соседи, с каких пор? Он меня упрекает, что я не помогаю его маме по огороду. А с какой стати вы должны помогать его маме по огороду? У меня маленький ребенок в том беде, что не у вас. Понимаете? Это не у вас, мальчик, маленький ребенок, а Юля. Это, это у вас обоих маленький ребенок. И маленький ребенок, еще раз, не только вас, но и бабочки. Мальчик, если он, муж, хочет, чтобы, эээ, ну, чтобы вы помогали, эээ, значит, бабочке, эээ, по огороду, вот, что путь помогает вам, собственно говоря, с ребенком. Что, на мой взгляд, вполне очевидно здесь. И тогда вы будете довольны, и он будет доволен. Таким образом, эээ, здесь основной вопрос, насколько, эээ, прямомерна просьба вашего мужа, эээ, чтобы вы помогали, эээ, его, эээ, значит, эээ, маме по дому. Понятно, да? Вот, это основной момент. Насколько правомерна его, эээ, такая просьба, насколько прям правомерна то, что он вас об этом просит, ну и так далее. Вот, и, собственно, а, как вообще, вот, эээ, стало возможным, что человек вас об этом, эээ, просит? Да? Вот. Это очень, на мой взгляд, важный момент, потому что без него не совсем будет, эээ, понятно, как ваши отношения, собственно говоря, складывались. Вот, и какую роль в этих отношениях, да, играет мама мужа, то есть насколько она, насколько она влияет на него, да, и на ваши отношения. Если вы, опять же, живете, живете вместе, да, вот, то почему вы живете вместе, то есть как это, как это все, ну, было ли это все вами обговорено, вот, эээ, было ли это все вами заранее, эээ, ну, так сказать, обусловлено, обусловлено, да, и так далее. Потому что если, если нет, то здесь, конечно, сразу возникает вопрос о том, насколько вы, эээ, ну, значит, насколько вы, эээ, свободны. Вот, насколько вы, эээ, свободны в, эээ, в своем выборе. Потому что если вы, эээ, в своем выборе не свободны, да, то есть если вы, эээ, делаете, ну, что-то против воли, эээ, изначально, эээ, изначально, эээ, изначально вы, вот, как-то против своей воли, да, ээээ, находитесь, ээээ, в этой ситуации, вот, то здесь, конечно, уже требуется разбираться, эээ, именно с, ээээ, с объективными основаниями, эээ, ну, вот, то есть как вы оказались в этой позиции, Почему вы оказались в этой позиции, вот, и так далее. Да? Вот. Дальше. Эээ, следующая претензия, которая, которая есть у вас. Ага. к мужу, да, вот вы пишете, скажем так, вы пишете, мол, мы это едим, а битвыми днями отдыхаешь. Не очень понятен смысл этой фразы, вот, как правильно поступить в эту ситуацию, и поступить в эту ситуацию, чтобы что, да. Ваша претензия, она заключается в том, что, вот, ваш адрес постоянно только подай и принеси, вот, ваш адрес, только постоянно подай и принеси. Вот я вас понимаю, это действительно неприятно, вот, но подумайте о том, как это стало возможно-возможным. То есть, как, то есть, как стало возможно, что с вами обращаются в такой вот форме, да, форме, подай, принеси. Ну, наверное же, не просто так это произошло и случилось, наверное же, что-то стало причиной для этого. Здесь и ваша самооценка, здесь и ваша уверенность в себе, здесь и то, как вы воспринимаете себя, да. Вот. Вот вы говорите, что вы хотите, ну, чтобы вам говорили, что вас любят и так далее, а себя вы любите. Вы говорите, что хотите, чтобы вас ценили. А себя вы цените? То есть, если нет, да, если вы себя не цените, то о чем можно тогда говорить? Что-то, ведь, ведь ваш муж это не родитель, не донор какой-то, да, чувств, это человек, который относится к вам так же, как и все люди, кроме родителей. Это человек, который относится к вам так, как вы относитесь к нему. К себе. Это человек, который относится к вам так, как вы относитесь к себе. И получается, что вы ходите от своего мужа того, возможно, чего вам не хватало в детстве. Или чего вам просто сейчас не хватает. Ну, в силу ряда причин. Например, родители вас были любящими, допустим. Но вы так привыкли к тому, что вот вы на первом месте, да, вы так привыкли, что все для вас делалось, что вы оказались не готовы к такой вот истории. Получается, что вся ваша самооценка, да, она опиралась исключительно на, безусловно, принятие вас другими людьми. Не на себя, а на принятие другими людьми. А сами вы при этом ничего не делали для того, чтобы как-то вот самостоятельно, да, составить мнение о себе. И тут вот вопрос, тут вот вопрос, насколько, откуда это позиция идет. Ну, если бы для вас это было неприемлемо, да, вот то, как к вам относится муж, то я не думаю, что это было бы реально. Я не думаю, что это было бы, я не думаю, что это имело бы вообще место быть, потому что муж просто никогда бы себе не позволил бы обращаться с вами. Так, а он позволяет, вот, и, значит, у этого, у этого есть свои основания, вот. И все, что я хочу понять, да, вот, то, что я хочу понять, это причины этих оснований. Вот то, что я хочу реально понять. Если мы поймем причины этих оснований, то мы поймем, чего вы хотите и на чем видится ваша неудовлетворенность, да, что можно будет о чем-то говорить, можно будет уже что-то вам рекомендовать. То есть, например, вот, если, допустим, вам просто плохо, в том смысле, ну, в том смысле плохо, да, что вот вы чувствуете, чувствуете, что вас не любят, чувствуете, что вас не ценят, да, вот, и так далее. Это одна история. Это одна история. Тут, вполне может быть, многие растут из детства. Если вы считаете поведение мужа неприемлемым и, грубо говоря, грубо говоря, ищите ресурсы для того, чтобы получить то, что вам муж не дает, да, там, допустим, ну, допустим, не желая разрушать, например, семью свою, да, вот, то, что это совсем другая история, это совсем другая история, и работать с ней нужно тоже по-другому, по-другому. Так что обратите, пожалуйста, внимание на эти два аспекта. Она очень важна об этом. Прошу, потому что это важно. И уже исходя из этого, мы сможем вам помочь. Чувствовали ли вы себя хорошо, например, до того, как, вот, встретили мужа, да? Было ли вам, было ли вам, значит, здорово до того, как вы встретили своего мужа? Да, это был ли вам, ну, было ли вам прекрасно? Чувствовали ли вы себя, допустим, ну, допустим, да, самостоятельно? Вот. Ощущали ли вы себя самостоятельно? Нуждались ли вы в любви так же? Как нуждаетесь сейчас? В поддержке нуждаетесь? Нуждались ли вы? Так же, как нуждаетесь сейчас? Вот. А с каких пор вы нуждаетесь в поддержке? То есть, почему у вас источник такого вот, ну, позитивного, да, позитивных эмоций, у вас только муж? А как же ваши друзья, а как же ваши родители? Вот. То есть, есть ли у вас это всё? Если есть, то как вы это используете, если есть? Если нет, то почему вы это не используете? Тогда. Да. Вот. Понимаете, тот факт, что вы нуждаетесь, ну, вот, в поддержке, да, в каких-то ресурсах дополнительных, вот, говорит о том, что вы прибываете в состоянии жертвы. А в состоянии жертвы, в состояние жертвы, человек вступает тогда, когда он делает для других людей, делает для других людей больше, чем для себя, вот, то есть, когда человек начинает отдавать больше, чем он может себе позволить, вот, и в этой истории, когда человек начинает отдавать больше, чем он может себе позволить, у него начинают и, соответственно, ожидания, и мест он тоже. Ну, что, на мой взгляд, вполне естественно, да, нормально, что у человека просыпается какие-то ожидания, но в ответ на то, что он делает больше, чем он может себе позволить. Вот. И удивление появляется, что его ожидания, как бы, никто не спешит реализовывать, вот, к сожалению, да, такая штука. Вот. А вам, вам нужно найти этот момент, когда вы стали вести себя как жертва, вот, вам нужно найти этот момент, когда вы стали вести себя как жертва, вот. И вот именно, начиная с этого момента, свое поведение корректировать. То есть не отдавайте другим людям, да, не делайте для других людей больше, чем вам хочется, чем вам комфортнее и так далее. Четко обозначьте границу ответственности, за что отвечаете вы, за что отвечают другие люди. Четко обозначьте, опять же, для себя, да, чётко обозначьте для себя, где вы, где другой человек, то есть где я заканчиваю, где начинаетесь вы, где заканчиваетесь вы, где заканчивается, где начинается другой человек. Это, всё вот это, принципиально важно. Потому что без этого, без этих историй, без этого аспекта, невозможно, невозможно будет ничего сделать. ну, то есть невозможно будет никак вам помочь. Вот. В этой ситуации, как поступать в этой ситуации, да, нужно, во-первых, спасать отношения, во-вторых, спасать саму себя. То есть, что это значит, что это значит, спасать, спасать, эээ, саму себя. Спасать саму себя, это означает, что, эээ, Рассаживать, распределить ответственность, аккумулировать собственный ресурс, определиться со своими приоритетами, то есть куда именно вы идете, к чему именно вы стремитесь, и посмотреть на свои собственные проблемы, какие у вас и только у вас есть сложности, и с ними работать уже самостоятельно. Это первое, такие как страшный уверенность в себе, вот это все. Дальше, следующий аспект, значит, следующий аспект касается общаться с мужем, да, здесь, опять же, рекомендуется выбираться куда-нибудь отдельно, куда-нибудь вместе, вот, вспомнить, кем вы были друг для друга, вот, побыть друг для друга исключительно мужем и женой, мужчиной и женщиной, вот, возможной личностью. То есть, создать условия для того, чтобы человек посмотрел на вас по-другому. Если этих условий не создавать, то, соответственно, и не возьмет, ну, откуда тогда может взяться восприятие для вас как-то по-другому. Ну, ниоткуда, ниоткуда. Неоткуда совершенно, этому будет взяться. Вот это нужно понимать, в этом себе нужно отдавать отсчет. И только так, только так можно будет вам, соответственно, помочь, только так можно будет вам, соответственно, подкорректировать то, что вы вот сейчас делаете, то, как вы сейчас реализуете, значит, свои средства и так далее. То есть, отделите свои проблемы от проблем во взаимоотношения с мужем. Решите сначала свои проблемы, и вы увидите, как изменится тональность, изменится, скажем так, ну, можно сказать, изменится подход к проблемам между вами и вашим мужем. понимаете, а без этого, без этого история, к сожалению, будет, ну, я бы сказал, весна, весна неполная, да, и между вами могут быть проблемы. То есть, ну, они будут продолжаться, они могут, они могут продолжаться, они могут эти проблемы шириться, да, и в общем, в итоге вы просто рискуете, ну, рискуете друг друга потерять окончательно. Вот. Я не уверен, не уверен в том, что вы этого хотите, соответственно, вот. Поэтому мне, мне думается, что так можно вам ответить на ваш вопрос. Ну, еще раз повторяю, да, то, что я не считаю, что то, что произошло с вами, да, это случайно. Вот. Я не считаю, я думаю, что вы пришли, как бы, вы пришли в это, в эту роль, в это состояние не случайно. Ну, другое дело, хотите ли вы с этим разбираться, да, это уже немножко другой вопрос, безусловно. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам остались дополнительные вопросы, вы можете создать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.